Привет, друзья! Привет! Небольшая пауза, воскресная пауза в марафоне математическом трехдневном. Хочу объявить, что у нас происходит. У меня пять подарков для человечества. Точнее, не у меня, а у нас всех. У нас всех пять подарков, у нескольких человек. Итак, во-первых, вчера вечером вышел Форт Боярд, часть 2. Он же называется ЧГК. Что, где, когда? С участием математиков. Ну, математиков, в общем, с большим пересечением с предыдущими участниками. Но Андрей Павликов перешел в сочинители задач. Володи Зубкова нет, зато есть новые ребята. Максим Коваль и Эрик Ковалев. Ой, так точно так получилось, да? Максим Коваль и Эрик Ковалев. Да, круто. Да, действительно так. И куча народу авторы задач. В общем, появилось очень зажигательно. Я вот вовсю смотрю сейчас, со всей семьей смотрю. Очень круто. Задачи сложнейшие. И ничего удивительного, что... Что? А что увидите, уже посмотрев. Так, следующее. Следующий подарок номер 2. Математический марафон. На стриме, который был позавчера... Да, простите, что мы не вывешиваем сам стрим раньше, а только объявление о нем. Действительно, надо вывешивать сам стрим. Я надеюсь, что мы исправимся. Так вот, значит, на стриме, который был позавчера, объявлен математический марафон. Благодаря Максиму Ковалеву, которого я теперь разбираю ЕГЭ на Школково, я узнал несколько красивых задач, собственно, из ЕГЭ. И три из них уже разобрал на собственном канале. Точнее, разобрал для канала. И одну вчера выложили. Сегодня выложим вторую. И завтра третью. В чем фишка? В том, что в описании к этим задачам из ЕГЭ дана задача для вас. Задача для вас сочинили Антон Нестеров и Айбулат Абдулин. Две задачи от Антона Нестерова, будет одна от Айбулата. И вы должны будете сами их решать. На первый взгляд, они такие, как бы, переборные. Но, может, кто выдумает, как сократить перебор. И сами друг друга будете оценивать. Так что, заходите обязательно в этот марафон. Смотрите вчера, сегодня и завтра. А во вторник будет стрим, на котором я эти итоги подведу. Третий подарок. Философская беседа с Борисом Сергеевичем Бояршиновым. У него на канале. Была, значит, эта беседа была у нас в среду. Выложил он ее, кажется, в четверг. Борис Сергеевич. Но, как бы, я получаю претензии, что вот врачи работают, а мы тут болтаем. Да, эта претензия, на самом деле, верная. Я принимаю этот наезд. Как бы, я прошу прощения. Я сам не врач, поэтому помочь никак не могу. Действительно, независимо от того, как мы оцениваем эпидемию с точки зрения, так сказать, социальной истерии и средств массовой информации, нагнетания, да. Конечно, эпидемия по факту происходит, и врачи борются за огромное количество жизней, поэтому я сразу предупреждаю, что мы тут, конечно, все болтуны. Независимо от того, правы мы или нет в своих там философских рассуждениях. Да, легче всего сидеть и болтать дома. Это наезд совершенно справедливый. Абсолютно. Я принимаю его и каюсь, что так действительно получается. Четвертый подарок мой называется принципы математического мышления пять уровней. На канале, но, собственно, все, кто подписан на канал, и так знают, что этот подарок уже есть. Я прошу всех распространять. Пусть это посмотрит миллион человек, как гипотеза Пуанкаре. Почему гипотеза Пуанкаре смотрит миллион людей в моем исполнении, а принципы матмышления, которые можно именно понять с доказательствами вместе, смотрит так мало народу. Давайте ее посмотрит миллион человек. Давайте прям сделаем огромный флешмоб на весь интернет, чтобы все смотрели принципы математического мышления. У кого какие каналы распространения, все будем использовать. Ну и пятое, позвонил мне один человек, его зовут Александр Куликов, и говорит, я хочу свой канал развить с помощью бесед с интересными людьми. Цель благая. И так как беседа действительно получилась, ну, такая интересная, содержательная, живая, то я хочу помочь Александру Куликову развить его канал. Поэтому в качестве пятого подарка, наша с ним беседа здесь, и будет еще вторая часть у него же там на канале. Заходите, смотрите, лайкайте, дизлайкайте, что хотите, делайте. Комментируйте. Я, правда, не все комментарии уже успеваю смотреть, конечно. Вот так, а так, последний день, так сказать, Пасхи, да, сегодня, ну, закрывающий, да, антипасха. Ну, последний раз, говорю, Христос воскресе. Хотя, может быть, иногда, там, может быть, до Вознесения можно каждый день говорить. Вот это я не знаю, это надо спросить людей, которые больше знают такую часть, так сказать, формальную часть. Ну что, до встречи в интернете. До встречи в реале когда-нибудь, когда завершится коронавирус. Всем пока. Смотрите все эти видео.